Всех призываю заниматься, ни в коем случае не заниматься спортом. В случае неудачи все спортсмены, биатлонисты отправятся снайперами в Афганистан. Раз так, значит так. Если хотели наши регионы иметь такого президента, ну в общем, они его получили. Последний олимпийский чемпион Советского Союза. Наверное, так можно сказать про всех олимпийских чемпионов 88-го года из СССР. Но кто-то из них уже на пенсии, кто-то, к сожалению, забыт, а кто-то приносит пользу стране и Петербургу каждый день. Сегодня мы в гостях у Дмитрия Васильева, олимпийского чемпиона по биатлону 84-го и 88-го годов. Долгие годы он руководит питерским биатлоном и школой Олимпийского резерва номер 3 Калининского района. И самое главное, он знает все о скандальном русском биатлоне. Здравствуйте. Здравствуйте. В 2014 году вы были, может быть, даже фаворитом. Я был живой еще. Может быть, даже фаворитом гонки, президентской гонки СБР, но все-таки Кравцов стал. Опа, здесь очень здорово. Отличное место. Так, отвлечемся от Кравцова. Да. Расскажите, это спортивная гимнастика, насколько я понимаю. Это спортивная гимнастика, да. Здесь у меня вообще два зала спортивной гимнастики. Здесь, как я сказал, у нас занимают порядка 600 человек гимнастикой. Вот здесь всякого возраста мальчишек занимается где-то человек 300. Представляете, что здесь? Это вы сейчас не представляете, что здесь такое. Здесь обычно просто как муравьи бегают, и все-все-все-все забито. То же самое у девочек в другом здании. И зал оснащен по самым последним требованиям. То есть здесь фактически можно на этих снарядах проводить, ну, вплоть до Олимпийских игр. Так все-таки в 2014 году что пошло не так? Почему не вас выбрали президентом СБР, а Кравцова? На ваш взгляд? Ну, во-первых, я снялся в последний момент, потому что я понял, что... Ну, не то что административный ресурс, но во всяком случае серьезная поддержка со стороны министра спорта. В то время Мутко было оказано Кравцову. Ну, сложно в таких условиях соревноваться с такими людьми. В общем, и достаточно серьезный финансовый был ресурс у Александра Михайловича. Поэтому, ну, раз так, значит так. Если хотели наши регионы иметь такого президента, ну, в общем, они его получили. У вас тоже была, пусть и косвенная, но все-таки поддержка Михаила Прохорова, бывшего президента СБР. Вы поддерживаете с ним сейчас связь, контакт? Да, да. У нас приятельские отношения, мы дружим. Он не собирается возвращаться в биатлон, поскольку он слил, по сути, все, в хорошем смысле, продал все спортивные активы? Нью-Йорк, Экс, арену? Нет, я думаю, что он вряд ли вернется в биатлон, потому что, ну, возвращаться в один и тот же проект, ну, во-первых, это не в его качествах. Он все-таки старается двигаться вперед, что-то новое постоянно изучает, какие-то новые проекты и так далее, и так далее. А возвращаться уже к тому пройденному, ну, это, во-первых, неинтересно. И, опять же говорю, это не в его стиле, не в его характере. За время своего правления, с 8 по 14 год, Прохоров построил три спортивные школы, биатлонные в регионах. У вас есть информация, сколько построил Кравцов? Не знаю, нет у меня такой информации. Ну, здесь ведь дело не в том, чтобы построить с нуля школу. Это, наверное, не самый главный показатель. Показатель эффективности работы – это развитие в целом биатлона в стране. Вот это эффективный показатель, насколько, ну, повысилось количество занимающихся, и самое главное, насколько они обеспечены, и, наверное, даже методическое сопровождение. Насколько оно обновляется, насколько оно идет, ну, в ногу со временем. И вот эти показатели, они важные. А просто построить школу – да, это тоже, конечно, важный элемент, но он неопределяющий. Вы читали роман Джорджа Орелла «1984»? Да. Как он вам нравится? Ну, разные чувства. Неоднозначные. Почему? Почему я спрашиваю? Да. Накануне эстафеты на Олимпиаде в Сараево «1984» в сборную приехал председатель спорткомитета Марат Грамов и намекнул эстафетной команде, в которой вы тоже были, что в случае неудачи все спортсмены, биатлонисты отправятся снайперами в Афганистан. Это было шуткой или серьезно? Ну, на самом деле, учитывая советский период и вообще все, что происходило в Советском Союзе, ожидать можно было всего, что угодно. И нам в тот момент, когда нам об этом говорили, нам не показалось, что это шутка. И нам вообще было не до шутки, учитывая то, что мы не совсем успешно выступили на первых двух видах программы, и у нас не было ни одной медали, а перед биатлонистами всегда стоит задача только золотые медали с Олимпийских игр, а уж тем более в советский период, но это просто невозможно было себе представить без Олимпийских наград. Мы очень серьезно к этому относились и, честно говоря, ну совсем даже не хотелось думать о том, что теоретически даже мы могли оказаться в Афганистане в качестве снайперов. После того, как особенно еще Виктор Федорович Маматов, который на тот момент был главным тренером сборной команды, и его Грамов спросил, ну и что, как завтра будем выступать? И Маматов сказал, что вот как Дима Васильев завтра первый этап пробежит, так, собственно, все и будет. Да вы, наверное, тряслись. Для этого... Все-таки первый этап, ваша Олимпиада, первая, да, получается? После, конечно. После этих слов ни о каком сне, в общем, речи не велось. То есть я провел бессонную ночь, потому что... А что делали в ночь? Ну, я пытался заснуть, но, в общем, не совсем получалось. И я, конечно, старался как-то расслабиться хотя бы, хотя бы как-то отдохнуть. Наверное, я уж не знаю, со страха или, может быть, от концентрации очень серьезной. Первый этап у меня удался, и, мало того сказать, он достаточно рекордным оказался. То есть на первом этапе, на Олимпийских играх больше минуты никто не выигрывал ни до, ни после. Поэтому, ну, вот оно так получилось. Эстафетная четверка биатлонная в Сараево выиграла золото, но сборная СССР уступила в медальном зачете ГДР, хотя оказалась впереди Соединенных Штатов Америки. Как партия отнеслась к такому результату? Помните, были ли какие-то репрессии? Нет, в наш адрес не было никаких репрессий. Наоборот, нас очень здорово хвалили, потому что эстафета получилась драматичная. До последнего момента непонятно, кто выиграет. То есть мы сначала с большим отрывом лидировали, потом весь этот разрыв растратили. И потом на последнем этапе Сергей Булыгин вывел нас на первое место. Тот же Грамов нам прямо сразу после эстафеты вручил значки, звание заслуженного мастера спорта. Хотя в то время получить звание заслуженного мастера спорта СССР было, ну, крайне сложно. То есть это ведь не норматив какой-то, это заслуги перед, ну, перед стороной. Сараева – это еще и последняя Олимпиада Владислава Третьяка. Он тогда был самой культовой фигурой в большой советской сборной, не только в хоккейной. К нему было какое-то особое отношение, трепет у других спортсменов? Ну, конечно, четвертая Олимпиада, и особенно после неудачной Олимпиады 80 в Лейк-Плессиде, где они проиграли просто удивительно студенческой команде, хотя должны были их там обыграть, я не знаю, 10-0, но вот так вот расслабились, что не могли даже собраться, и в итоге проиграли. Так вот, вернулись, вернули себе этот титул олимпийских чемпионов Сараева, и тем самым, в общем, ну, на гребне Славы, что ли, Третьяк ушел. Все, кстати говоря, сожалели по этому поводу, потому что он, как мне представляется, он был еще в расцвете силы, он достаточно много мог пользы принести, но вот такое решение принято. Конечно, мы его уважали все и смотрели за нашими хоккеистами всегда, и даже встречались с ними на Олимпиаде. Приятные воспоминания, но вот мы с Славой Фетисовым до сих пор как-то в таких, ну, приятельских отношениях находимся, потому что две Олимпиады вместе, и Сараева, и Калгари, и я, и он. Вот, кстати, о Калгари. Там тоже у вас было золото в составе эстафетной команды, и это последние Олимпийские игры для Советского Союза. Это как-то ощущалось? Ну, тогда мы об этом не знали, мы думали, что Советский Союз будет вечно. Ну, может, какое-то предчувствие. В 88-м году? Да нет, в 88-м году все было благополучно, все радужно, никаких не предвещало потрясений. Все думали, что еще будем ни одну Олимпиаду за Советский флаг бегать. Вашими главными соперниками были ребята из команды ФРГ, всегда практически, да? Именно ГДР, да? ГДР. Именно ГДР, простите. Главными соперниками наших спортсменов были биатлонисты ГДР. И они тоже, как и ГДР, как и ФРГ, тоже вскоре прекратили свое существование, как страны в таком виде. У вас была вражда друг с другом, или это был какой-то другой характер отношений? И подозревали ли вы, что они употребляют допинг, поскольку всегда же ходили слухи о спортсменах, особенно из ГДР, такие разговоры? Ну, у нас только были какие-то между собой разговоры о том, что что-то невероятное. То есть, еще за неделю, например, до основного старта, до чемпионата мира или Олимпийских игр, спортсмены ГДР нам проигрывают, и очень здорово проигрывают ходы. Вдруг на основном старте они нас обыгрывают, и даже не просто обыгрывают, а там прилично обыгрывают. И ровно через неделю, через две после основного старта они опять нам начинали проигрывать. Ну, собственно, здесь не надо быть слишком умным, чтобы не начать подозревать, что что-то тут не неладное, так не бывает. А второй момент, то, что мы не были никогда друзьями, и они вообще не шли с нами на контакт почему-то. Ну, такое было, наверное, какое-то соперничество такое, и, возможно, это политика такая была со стороны руководства ГДР, чтобы вот с советскими спортсменами, хотя мы в одном лагере были, в соцлагере, но почему-то они с нами совсем не дружили. А стричные случайные? У нас были даже более теплые отношения со спортсменами из КАП-страна, мы с ними вообще просто вот, ну, такие друзья-друзья были. А со спортсменами ГДР нет. Стычек нет, таких откровенных не было, но был инцидент один в 86-м году, когда был чемпионат мира в Осло, и бежали эстафетную гонку. Значит, я на первом этапе пробежал, как обычно, побежал на втором этапе Юрий Кашкаров, и перед стрельбищем, по первому требованию, по правилам, спортсмен должен уступить лыжню сзади просящему. Вот. Так вот, он прошел, он не сразу отошел, а прошел два метра и отошел. Ну, фактически ничего не случилось, ничего особенного. Но и мы выиграли эстафету, мы стали чемпионами мира, и тренер сборной команды ГДР пошел, значит, подавать протест на то, чтобы нашу команду дисквалифицировали и отдали. Они были вторыми, кстати, ГДР, команда ГДР, и чтобы им отдали золотую медаль. Ну, вот такой не очень красивый инцидент был, вот, и они, собственно, этим фактом показали, вот, как бы, свою, свою такую сущность. Они не очень были дружелюбные, они не очень нас как-то уважали, что ли. Ну, нет, уважать-уважали за то, что мы их обыгрывали, вот только за это, наверное. А так они не очень-то хотели с нами общаться, контактировать и, там, какой-то вести диалог. Калгари, Канада, это первая кап-страна, в которой вы побывали. Все-таки Сараево – это Югославия, страна социалистическая. Вообще, по правилам советского периода, первый выезд должен был быть обязательно в соцстрану. В то время. А я в 81-м году, как способный, как очень подающий надежды, меня взяли, включили в состав сборной команды сразу в Италию. А прилетали мы в Мюнхен. В Мюнхен, там, потому что от Мюнхена до итальянского города, где мы бежали, Кубок мира, там совсем недалеко было. И у меня был такой, знаете, эмоциональный шок. Почему? Потому что, ну, конечно, нам говорили, что лучшей страны, чем Советский Союз, в принципе, нет на земле. Вот. И когда я вышел в аэропорту Мюнхена, я когда увидел, что это такое, я почему-то стал сомневаться, что условия в Советском Союзе самые лучшие, и больше ничего лучшего нет. Вот. Но тоже свои впечатления, свои такие необычные эмоции. Вот. Ну, не всегда, кстати говоря, а такие позитивные эмоции. А в чем негатив проявлялся? Негатив, наверное, в неискренности. Мы все-таки русские люди, достаточно искренние люди, и такие, ну, открытые. А там это сразу бросалось в глаза, вот эта неискренность, натянутая улыбка, и она вот так вот немножко разочаровывала. Потому что это настолько явно было, что я первое время даже не мог поверить, что так может. А биатлон до сих пор воспринимается спортсменами, как запасной аэродром лыжников. Или дети сразу приходят в биатлон? Ведь раньше приходили в лыжи, тех, у кого в лыжах не получилось, уходили в биатлон. Ну, у вас тоже так получилось. Ну, наверное, это не совсем справедливый подход. Вообще-то, биатлоном занимаются параллельно. И как первым видом спорта, ну, так же, как вы сказали, перейдя из лыжных гонок. И совершенно не обязательно, что если что-то не получается в лыжных гонках, значит, надо попробовать себя в биатлоне. Давайте не будем забывать, что все-таки в биатлоне есть элемент стрельбы, а это такой же вид спорта, отдельный вид спорта. И совершенно не гарантированно, если лыжник хороший, быстрый лыжник, он такой же будет хороший стрелок и впоследствии биатлонист. Я читал вашу историю. В свое время вы участвовали в соревнованиях лыжников. На одном из соревнований выступили неудачно. И вам предложили попробовать себя в биатлоне. И в первой же гонке вы блестяще стреляли. Откуда взялось это умение стрелять? То есть вы до этого где-то стреляли? Или так случайно получилось? Ну, знаете, бывают такие моменты, когда у человека вот он начинает чем-то заниматься, и у него вдруг раз проявляются какие-то способности определенные в отдельном виде деятельности. Ну, вот так у меня получилось со стрельбой. То есть я никогда вообще не стрелял. Вообще никогда не стрелял. Взял впервые винтовку, и у меня как-то сразу получилось. Ну, видимо, это природное какое-то качество. Но его объяснить очень сложно. Ну, практически невозможно. Это, наверное, так же, как Фелпс. Он прыгнул в бассейн и начал всех обыгрывать. Ну, просто это его вид спорта. Вот и все. То же самое, как для меня стрельба. Для меня никогда не составляло трудности настроиться и стрельнуть, например, на четырех рубежах ноль. Ну, я вообще не представлял, что здесь сложного. Поэтому оно как-то сразу сложилось. И вот тот режим работы в лыжных гонках, интервальный режим, он тоже не всем подходит, кстати говоря. Потому что лыжник, он как? Он стартует, и от первых до последних метров он выдает максимальную скорость. А в биатлоне это интервальная работа. И после остановки не каждый может уйти с логинейного рубежа и продолжить так же эффективно и быстро бежать по дистанции. Ну, вот мне, например, этот режим как раз-таки подошел. Расскажите, что это за винтовка? Это ижевская винтовка. Приз, приз ижевская винтовка, который, значит, вручается победителю призы ижевская винтовка на классической гонке. Это уменьшенная копия оригинальной винтовки, которая, в общем, достаточно такая уникальная вещь. И ее можно в магазине не купить. Ее можно только выиграть. Но у меня в свое время было таких три винтовки. Поэтому, еще раз повторюсь, она дается только за выигранную классическую гонку. То есть 20 километров, либо у юниоров 15 километров. Даже у Тихонова, знаменитого Александра Ивановича, такой винтовки нет. Несмотря на то, что он лучший биатлонист 20 века. 20 века, это правда. Свет не горит. Ага. Ну ладно. Дмитрий, если позволите, несколько вопросов о вашей дочери, о Анне. Поскольку не все знают, что она занималась в теннисной академии Ника Балетьери. По сути, в самой знаменитой теннисной, а может вообще спортивной академии в мире. Когда она была маленькой, мы отдали ее в теннис. Тогда было очень модно. После появления Анны Курниковой, Марии Шараповой, Кафельников, Марат Сафин и так далее. Это конец 90-х получается. Или уже начало 2000-х. Да, где-то так. Да-да-да. Вот. И, конечно, хотелось тоже приобщиться к этому делу. Ну, ребенок сразу начал заниматься теннисом. Просто сначала ради удовольствия. Потому что мы с супругой, профессиональные спортсмены в прошлом, мы понимали, что вот так вот навязать какой-то вид спорта ребенку, ну, это просто невозможно. Это нереально. Она начала показывать какие-то определенные результаты. Но мы поняли, что необходимо было отдать ребенка в такую среду. Ну, я периодически ездил в Америку. И мне даже любопытно было съездить в эту академию. Я слышал о ней. И мне хотелось посмотреть, что же это такое-то, что же это за академия такая знаменитая. Вот. И я приехал во Флориду, посмотрел. Я, конечно, был поражен. Приятно поражен. Мы приняли решение, чтобы она поехала в академию, в балетери, и там тренировалась. Ну, мне кажется, это очень правильный был выбор. И я сейчас совершенно не то, что не сожалею, а я считаю, что мы абсолютно верно сделали, что ее туда отправили. Она очень многому научилась. Она, ну, помимо там языка, причем не одного, а двух, она и по-английски, и по-испански говорит, как по-русски. Вот. Она приобрела достаточно количества знакомых по всему миру, потому что это академия. Туда съезжались дети, родители которых привозили их из разных стран. Поэтому у нее очень большое количество знакомых по всему миру. И общение, опять же, видение разных культур, умение общаться с разными людьми из разных стран. Это такой полезный очень опыт. А что больше всего вас поразило в самой академии Балетери? Вот этот профессиональный подход, из чего он складывается, если так вкратце? А спортивный результат может дать только режим, режим, определенные условия, порядок и так далее, и так далее. Вот там всего этого было с лихвой. Причем настолько все качественно выстроено, что даже удивляешься, как можно было это все придумать. Даже теоретически это сложно придумать, а уже воплотить, это вообще, я не представлял, как можно в наших условиях это воплотить. Но вот там это все воплощено в жизнь и, как я говорю, работать как часы. Мария Шарапова отправилась в академию Нико Балетери с папой. Ну, изначально она вообще не туда отправилась, но все равно попала в академию Нико Балетери с папой. Вы отправили дочку с мамой? Нет, я с ней был. Я какой-то жена была. Все равно много соблазнов. Даже в Америке, даже в Америке, в Америке, может быть, даже в большей степени всяких негативных моментов тоже достаточно. Хотя там такие вещи, как наркотики, алкоголь и так далее, это отслеживается очень здорово, но тем не менее, все равно это невозможно на 100% отследить. Поэтому для этого родители нужны. А дочь в 12 лет туда отправилась? Да, в 11 лет. Я ее отвез туда в 11 лет и вот она там училась, заканчивала школу, американскую частную школу. Поэтому, ну, все, в общем, достаточно так, вроде бы просто звучит, но на самом деле, конечно, это все было сопряжено с серьезными финансовыми затратами, которые, в общем, надо было где-то брать, зарабатывать сначала, а потом тратить на ребенка. Ну, это такое непростое дело. Человек вернулся в Россию после Америки и продолжает обучение. Дмитрий, вы в прекрасной спортивной форме находитесь. Вы сами часто вот в этом бассейне? Да, периодически. А как часто? Периодически. По утрам? Ну, раз в неделю точно, а так... А сколько плаваете? А я недолго, я час где-то. Я занимаюсь не спортом, а физкультурой. И, кстати говоря, всех призываю заниматься, ни в коем случае не заниматься спортом, а прежде всего физкультурой. Физкультурой. Потому что, как говорил один из величайших спортсменов профессиональных, там, где начинается большой спорт, там заканчивается здоровье. Ну, это, конечно, шутка, но где-то он прав. Вы не пьете и не едите мясо, правильно я понимаю? Как долго вы шли к этому сложному выбору? У меня были хорошие учителя, духовные учителя, которые мне объяснили, что в жизни правильно, что неправильно. А и в прямом смысле наставили на путь истинный. Ну, с алкоголем все понятно, а с мясом вот почему? То же самое, мир с животными. Мир с животными, и, конечно, ну, в советский период не столько, не такое разнообразие еды было, и, конечно, иногда приходилось там какие-то мясные продукты есть, но я старался вообще не есть, но просто не было от безысходности. вот, а вообще, конечно, как только закончился активно спортом заниматься, то я вообще ни одного куска мяса не съел. там пыль еще, нету, нету родителей, сейчас родители, а мы только что сливали бассейн, его, ну, на профилактику, его только залили, его, и еще, еще даже никто не плавал, вон еще эти канаты лежат. 25 метров, да? В биатлоне в нашем питерском за Дмитрием Малышко и Екатериной Юрловой ждем кого-то смену? Всегда это будет, это, это такой бесконечный процесс, который никогда не остановится, но есть только вид спорта, не закроется навсегда. Но вы позитивно смотрите, будут новые. Ну, конечно, для этого много что делаем, во-первых, очень много ресурсов вкладывается для, ну, в развитие биатлона в Санкт-Петербурге, вот, и приглашаются новые как специалисты, тренеры, там, спортсмены из разных регионов, вот, мы им создаем условия для того, чтобы они раскрывались здесь, потому что, ну, все-таки биатлон это, в Питере, это достаточно такая традиционная вещь, у нас очень хорошая традиция, кстати говоря, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде и в Санкт-Петербурге самое большое количество золотых олимпийских медалей по сравнению с другими регионами, у нас их 7, 7 золотых медалей за всю историю биатлона, и мы этим гордимся, и хотим этот уровень поддерживать всегда, и у нас, мне кажется, получается, поэтому, это такой процесс, он бесконечный, на место, конечно, Юрлова и Малышка обязательно кто-то придет, потом еще кто-то, и мы над этим работаем, и все для этого сделаем, чтобы, чтобы этот процесс никогда не останавливался. На этой позитивной ноте завершен. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова